Мы все первые семьи, все равны. Но само сценарие ясно, что молодые товарищи, которые здесь присутствовали, то есть организация была проведена такая, что появились новые. В общем-то интересные люди, молодые, но уже серьезные люди, грамотные. И нам могут тоже подтягиваться, наверное, в руку учить. Ну, и вот спорим будем, шагать еще дальше. Мы не обижаемся, если они у нас обскачут. Будем рады. Сейчас пора, блин, да. Ну, вот, и вот, что я худо-то, ну, работаю, да, нечего. На работе. Что в этот раз, чем вот это заседание отличалось от предыдущих? У нас впервые очень внятная организация. Фактически выделился заседание без сбоя. Вот. Ну, тут уже говорили, Валентин Владимирович, поначалу тут началось, знаете, немножко неправильно. Вот. Ну, потом тональность поменяли, все встало на место, все хорошо. Хорошо. Вот. Значит, что мне понравилось в этот раз? Мне понравилось то, что, несмотря на то, что вот этого навала с выборами, это навал, людей не оглушил, люди не оглохли, интерес, вот, людей, которые раньше здесь не были, которые, в принципе, заинтересовались только благодаря материалам, которые они получали вообще от газеты, через, вот, то есть, приявились новые заинтересованные люди, именно заинтересованные позиции нашей. Это очень важно. Вот. Приехали люди, которые захотели чему-то научиться. Это очень важный момент. У нас приезжали разные. У нас приезжали заявлять, кто такие, мой, Юрий, Юрий, там, крутизна невозможная. Вот. Сейчас нет. Вот. Это мы, слава Богу, перешлили. Вот. И на Российский комитет рабочих, я думаю, что такая информация, так или иначе, идет. И она идет, прежде всего, мне кажется, благодаря тому, что ввели вот эту вот систему, как сказать, мнения после заседания. Вот. Это очень важно. То есть люди делятся своими впечатлениями от заседания. Вот. Это оттолкнуло любителей позернуться. Сюда стали ехать люди, которые, так сказать, заинтересованы, которые хотят работать. Хорошо, что такие люди едут. Хорошо, что осеялись другие. Самое важное, что людей заинтересованных становится больше. У нас впервые количество делегатов с решающим в два раза больше, чем в совещательном голосе. И в два раза больше, чем приглашенных. Вот. Причем по приглашенным, если вот так вот серьезно, три человека мы сделали их приглашенными. Это, в общем-то, двое рабочих, которые инициативно приехали сюда. Один с этого Северо-Уральска. Ну, вроде инициативно, а вроде и представляет люди. Их тоже заинтересованы люди. В какой-то мере, не случайные. Вот. С решательным голосом. Сергей Иванович был с решательным голосом. Куда его, когда неважно. Случайные люди не запишешь. Вот. То есть, явное преимущество, явное преимущество, значит, есть решающим голосом. У нас было сколько угодно наоборот. Приглашенных было 17, а, значит, делегатов было 11. 9. Вот это вот очень такой важный момент. Очень важный момент организационный как раз в том, что мы впервые вместе с Повесткой дня наработали выступая этих докладчиков. Тоже очень важный момент как угодно. По-разному. Люди подготовились. Доклады по этому получили содержатели. И по факту ничего. Уступорожнего не было. Было все по делу. Значит, отмечаю работу ведущих. В общем-то, давно уже, вот с тех пор, как Василий Иванович ушел из-за этого стола, не одергиваешь время. В этот раз это тоже дисциплинировало. И было, несколько человек начинает уповозать на колеси, свести. влияние. То есть, это тоже людей ставит в определенные рамки. То есть, в эмоциональном плане я, например, гораздо лучше себя чувствую после таких досвиданий. причем даже когда-нибудь не очень хорошие. Просто от общения. рабочие в любом случае должен быть вооружен. Но только оружие в разное время, в разный период борьбы, оно оружие разное должно быть. вот это вот орко-оружие, информационное оружие, оно имеет очень большое значение. А товарищ Горбушкин прошел. Мнение о том, что это? А что это такое? А здесь вы выступали? Да, да. Я думаю, к мнению более опытных и присутствовавших уже много раз участников мне сложно добавлять что-то. Но я вот просто скажу, я второй раз здесь и я заметил, что в этот раз уровень был гораздо выше. Хотя и в тот раз это был очень высокий уровень, все хорошо было. Но в этот раз вот видимо действительно за счет того, что заранее подготовились докладами настолько насыщенной информацией, что вот у меня голова устает просто от такого потока. И конечно надо учиться пересматривать это видео, записи в сети. Снова придется. учиться надо. Вот. Хорошо, что рабочих много приехало. Я надеюсь, что вот публикация видео в следующий раз еще больше будет рабочих. Будем работать. в принципе. Товарищи, когда не говорим? Конечно, первый раз здесь было очень очень интересно. Я скажу, что хотя я здесь первый раз, но заочно уже как бы знаком не один год даже и заметил, что вот это последнее заседание это существенно был прыжок вперед. Качественно намного настолько улучшилось выступление, качество выступления, товарищи. и вообще на высоком уровне было проведено. Но я считаю, что да, есть кое-какие недостатки, но все равно качественный показатель настолько высоко было, это невозможно не заметить. Я считаю, что тем не менее это не должно нас как бы скружить голову. Это нам должно быть как бы дать еще толчок в дальнейшей работе как бы. Поэтому я вот как вижу работу РПР очень отметил, как бы хорошо было организовано, как-то все было доведено и люди тоже как бы по существу говорили, не было таких сильных таких стране, но даже качество ведущих очень я вчера был просто прожил, мы очень хорошо подготовились, за что благодарю, конечно, от себя лично. Но это тем не менее мы свои ошибки тоже видим. Я надеюсь, что из нашего региона тоже придут еще добавятся ребята еще следующим заседанием прибавятся вреды наши еще надеюсь и как бы нам надо стараться, чтобы поддержать и не снижать вот эту планку, которую конечно каждому из нас, поэтому надо больше учиться, больше знать, вести люди вот это знание, именно распространять не сугубо чисто индивидуальное мнение, а вот глубокое знание, у нас рабочий класс очень имеет огромный опыт, тем более российский рабочий класс, это надо доводить до людей, многие это, конечно, я сам только общаюсь с людьми рабочими, они многие не понимают это, они думают как-то недальновидно, ну видимо знаний не хватает поэтому они пресси буржуазной идеологии они настолько скованы только себя свою жизнь кое-как-то видят, а дальше они не хотят бороться с этой идеологией, не то, что идеологией, даже не хотят выйти из этого круга, здесь конечно наша роль должен быть мы должны побольше вот этих выступлений, очень хорошие были выступления, если посмотрят, я надеюсь, что люди осознают больше, это сплотит еще вокруг РКР, не очень позитивное впечатление, благодарю за всех организаторов, мне понравился. А, Денис Борисович, да? Я не волю, я не волю, я волю, я волю, я волю, я волю, Товарищи, я бы хотел обратить на что внимание, что может быть какой-то действительно перешел перелом, но я вижу в этом тенденцию развития определенного, что РКР становится таким вот рабочим органом, именно вырабатывающим конкретные совершенно практические рекомендации, раскапывающим тонкости, которые, допустим, консультанты не будут. Да, есть теоретические представления, есть знания, как это должно быть, но когда дело доходит до практики, вот мы, например, я не могу столкнуться с таким вопросом, та же самая издельная система оплаты труда, как она соотносится с сокращением рабочего дня, те же самые практические вопросы, так сказать, взаимодействия и противодействия с администрацией, да, то есть, это все то, с чем сталкиваются рабочие на местах, и то, что невозможно, так сказать, спустить сверху, как-то придумать, изобрести методы борьбы, взаимодействия и так далее. Поэтому, может быть, даже может показаться, что какая-то вот такая рутинность появляется. На самом деле, это говорит о том, что идет нормальный рабочий процесс, идет выработки буквально пошаговых инструкций, как нужно действовать для того, чтобы достичь успеха. В конце концов, чем цель НРКР, что это не митинговость какая-то, не лозунги мы здесь провозглашаем, так сказать, не давайте там рабочего президента, и только вот, как будто рабочий не может потерять свою, так сказать, классовую сущность, да, если мы говорим о том, что оторванный, освободенный профорг перестает защищать интересы рабочего класса. А уж куда дальше можно оторвать рабочего, чем, так сказать, назначив его куда-нибудь в правительство. Поэтому, даже вот наивно это все звучит, но хорошо, что это звучало уже, так сказать, догонку уходящему поезду, и не было у нас на совещаниях, вот, так сказать, попытки, как это раньше бывало, перевести в какое-то политическое рост, делать заявление громко, и так далее. не этим ценен РКР, а именно практической направленностью, кропотливой работой, и не зря мы берем вновь и вновь те же самые пункты, прорабатываем до тонкостей. Как это нужно сделать? Вплоть до того, что, наверное, это все будет оформлено, в свое время методички выходили, да, организация коллективных действий, там, как заключить коллективный договор. То есть, это, по сути дела, вот такие материалы, которые человек может брать и работать. И второе, что я хотел отметить, вот мы выделили, приехал товарищ Туров, да, из Североуральска, и в то же время мы обсуждали вопрос о сохранении здоровья работников и работниц, и ссылались на работу, собственно говоря, Свердловского методической Свердловской профсоюзной организации, объединение профсоюзов. То есть, люди даже не взаимодействуют внутри своей области, имея достаточно боевой профсоюз, потому что дописано, кто читал эти вещи, там написано очень грамотно и, так сказать, классовый подход прослеживается, там никаких соглашательских позиций нет. Но, тем не менее, получается, что через РКР, вот, так сказать, завязываются связи внутри своих, своих регионов, со своими профсоюзными органами, наверное, в этом тоже большая роль РКР, что люди должны посмотреть вообще не только, так сказать, что вдали, а что рядом с тобой это делается. Наверное, рядом с тобой есть же, причем, горно обогатить, изначально это были рекомендации профсоюза горняков. То есть, есть люди, которые рядом все это делали, проводили, и надо, чтобы завязывались связи вот именно на горизонтальном уровне, то есть, между коллективами, тогда этот обмен будет идти эффективнее, борьба будет эффективнее. Если мы говорим о солидарных действиях, то солидарные действия, они могут быть организованы не сверху именно, а взаимодействия, так же, как советы создавались. Это все примерно в этом ключе. Ну и по регламенту, по ведению, я хочу отметить, что оружие регламента, оно оказалось самым эффективным. Человек говорит, что он там, пусть он несет даже с полной ахинею, ну, мы знаем, что через 7 минут эта ахинея закончится, и мы плавно перейдем, так сказать, будем работать дальше. Никто его не прерывает, не вступая с ним в перепалку, потому что это все, естественно, нарушает нормальную работу. Ну, к слову сказать, что хоть и уводили, пытались в сторону, увезти, нас не удалось. Я думаю, что в этом ключе и будем продолжать работать. Что мы поставим в конечную партию, но, может быть, запрошим несколько. Пожалуйста. Что могу сказать, я тоже здесь первый раз, и на самом деле я немножко отличаюсь от всех присутствующих здесь, потому что мне всего 16 лет, и я далеко еще не в том возрасте, чтобы делать какие-то заявления. Но для себя хочу отметить, что мне, как человеку еще относительно молодому, очень важно, что у меня есть возможность присутствовать здесь, слушать большое количество мнений, получать какие-то знания, и распространять это даже на каком-то своем уровне, слушать вас, читать какие-то заметки. Может, мне это важно. товарищ, прекрасного было. Татьяна. Ну, в общем-то, товарищи уже все сказали, по-моему, что только можно сказать. Подчеркните. Я даже не знаю, что добавить, но что заседание прошло на высоком уровне, все, не было никаких эксцессов, никаких случайных людей, тоже не было. Все работали в операционном режиме, доклады были подготовлены, регламент соблюдался, ну, что еще можно пожелать, даже не знаю. Приехали новые люди, завязались новые связи, главное, чтобы они не оборвались, чтобы человек не так приехал, показался, уехал, и больше о нем мы ничего не говорим. Хотелось бы, конечно, чтобы это все сохранилось. Вот. Очень приятно, что молодые люди здесь. 16-17 лет, самый благодарный возраст. В этом возрасте Ленин, Сталин, начинали свою партизм. Где-то? Где-то? Что было? Что еще? Ну, все в общем. Вопросы рабочие, постоянно мы с ними сталкиваемся на работе. Это постоянно. То есть у всех свои проблемы, я говорю, и по оборудованию, и по зарплате, вот они все как бы эффективны. Вот. И как бы вопрос воплотить в жизнь. Вот. И все, я думаю, как бы для всех, это не секрет, что каждый будет стараться как-то это все сделать. У себя на предприятии, я говорю, то, что у нас такие же вопросы, и будем так же стараться как-то и воплотить. То есть это не похоже на телевизионную пустышку, да? Ну, да. Я считаю, что, как говорится, я, Баренка с Валентином не согласен, что отлично никогда не может быть. Вот. Это, я сошла. Отлично никогда. Ну, на четверточку, да. Четверка, четверка, говорится, да. Я сейчас... объясню почему. Во-первых, если мы до чего-то добьемся идеального, значит, мы уже отступаем. И никогда не может быть добиться всего, что мы хотим. Нам надо начинать двигаться дальше. Это первое. Во-вторых, почему так? Конечно, мы разговариваем про колдоговора, все. Вот хотелось бы, конечно, вот докеров бы, чтобы кто первый раз приехал, именно убедиться, что именно люди так и есть, визуально увидеть. То же самое с аэропортом. Увидеть бы их людей, чтобы они объяснили, как им было, чего им там было, тяжело, как им было добиваться всего от этого. Ну, а так, в принципе, ну, можно сказать, болтовни было ненужной очень мало. Никак все разы, сколько я помню, было между сторонами. Ну, очень, ну, не думаю, но это очень хорошо, это точно. Да. И, по крайней мере, уже много рабочих, было много. Даже тем, как первый раз, вот я приезжал, думаю, достаточно и молодых людей. Главное, то, что молодежь подтягивается, вот, что самое главное, молодежь подтягивается, именно рабочие, рабочая молодежь. как-то и надо помогать, объяснять. Я почему говорю, что вот именно хотелось бы тех, которые именно сейчас сильные профсоюзы, чтобы хотя бы, ну, не каждый раз, хотя бы через раз они сюда приезжали, объясняли, кто первый раз приезжает. Это уже, это большой будет плюс КРКР. Очень большой плюс будет. Потому что они будут, как говорится, вживую общаться с этими людьми. То же самое они смогут контактами обменять. Мало ли что там, там случится то же самое консультации. Есть консультации, чтобы можно было взять. Ну, а так, в принципе, хорошо все прошло. Как написано классиков, свобода – это господство над обстоятельствами со знанием дела. Так вот, российский комитет рабочих, он выполняет важную функцию получения вот этого самого знания дела. И очень важная функция объединения рабочих, потому что все люди разные, все рабочие разные, но объективно-экономические интересы у рабочих, они одинаковые. И это нужно рабочим всем понять, и чтобы добиваться этих экономических интересов, нужно, естественно, объединяться. И ни к нокому рабочих объединять самих рабочих не будет. Это тоже нужно понять рабочим. Но само РКР, естественно, конечно, мне лично понравилось все, и организация понравилась, и, безусловно, РКР важная функция объединения рабочих, и получения самого знания, как бороться, потому что у каждого своя специфика работы, и, да, вот у кого-то нет, там у кого-то повременная учет рабочего времени, у кого-то там издельная оплата труда, и вот обмен мнениями, обмен опытом, это, безусловно, важно. и важное и нужное дело РКР. Я работаю. От тебя опорнее, мы начинали. Ваше слово. Вы говорили, да? Нет. Да. Вы позвольте итог. Вы ведущий. Здравствуйте. Уважаемый товарищ, ну, я вот действительно соглашусь со всеми, что заседания сегодня получились замечательные, и надо понять, вот оно получилось, или мы получили такой замечательный заседатель. Я бы хотел сказать, что нашему кругу, мы это должны прямо сказать, что от начала до решения это дело партии. И что партии удалось? Значит, партии удалось обеспечить направление на заседание 10 рабочих. Откуда у нас 14 делегатов? Вот 10 рабочих в эту партию направил. Да? Рассчитывать на то, что какая-то союзная организация направит, у нас было такое, направляло. Направляли, докеры направляли, а диспетчеры направляли. Но почему опять докеры направляли? Потому что там была ячейка наших партийных товарищей, товарища Федотова, прежде всего, и товарища Симофеева. Изнутри действовали так, что тамошние профсоюзники направляли своих представителей. Но я должен сказать, что ситуация несколько изменилась. не профсоюзная, что хотя наши рабочие наши товарищи продолжают там действовать, но в правкомах нет там рабочих. Они так после того, как они отдали 8-часовой рабочий на 12-часовой, нет там рабочих правкомов. Нет там профсоюзного рабочего актива. Замечательные люди, держатся на старых дрожах. Но я хочу сказать, что у меня такое понимание, что уйдет Федотов просто по возрасту, по жизни, Тимофеев. И они отдадут, потому что снова организовали такую борьбу. Не смогут. То есть на партийных люди держались. Поэтому особенно чему-то учить сегодня, они уже не смогут. Мы их не увидим. Я все время пишу, и все время отвечают. Я с кем общаюсь? Я общаюсь с председателем комитета ПКТ Флером, который мне сообщает. Вот именно в это я для вас сообщаю, Ксалимыч, почему не надо. Именно в это время он будет Весентукав. можем пожелать ему выздоровления, здоровья. Мог он направить докера? Мог. В голову даже не пришли. Но о чем говорить? Поэтому теперь мы можем опираться на достижение докера в каком смысле? Брать ее документы и они сохраняют свою значимость как завоевание, которое еще вам предстоит прийти. Хотя это завоевание можно не сидеть недавно. И мы будем использовать. А вот учиться у живых людей уже понятно, потому что борьба там к сожалению идет на спар. Поэтому в этом смысле нам помощи не будет. Вот партия направила 10 человек. И как направила? Просто примей и посмотри здесь. Как? Что говорит? Партия поставила задачу подготовить доклады. И доклады были сделаны прекрасные просто сегодня. я таких докладов не видел. Потому что доклады правильно теоретически сформулированные и с таким примером, которым я согласен здесь с Борисовым, никакой консультант никогда не приведет. Потому что это из жизни, практики, рабочих. И тем ценнее такие доклады. люди проводили эту линию и настолько получился результат замечательный, что обратили внимание, Владимир Алексеевич Кузнецов, он не из нашей партии, а кого он порекомендовал обращаться, если что? Какой партии? Российская партия, рабочая партия России. Один директор. Моральный авторитет настолько велик, чем партия, что он признан даже теми, кто не пытался с нами как-то конкурировать, доказать, что мы идем бороться. И в этом ничего нет, потому что мы убедились с вами, что РКР стал местом для совещания партийно-звумных рабочих, что без партийной организации профсоюзное движение вырождается. Поэтому если мы снова хотим оживить, приходит свою отработу решать, то мы можем это сделать только опираясь через инициативу, через работу партийно-организованных рабочих. И как мы видим, что поскольку других партий не особенно прослеживается, вот предоставим вам, товарищи, что вы сделаете, то и продвинет. Потому что все остальное умирает, опять превратилось в Шваковщину. Но Шваковщина тоже это не беспартийная организация, партийная организация, которая находится под эгидой «Единая Россия». А те же докеры находятся под эгидой «Справедливая Россия». Тоже ужасной партии. Правда, ничего удивительного, что мы здесь не видим. Все уже, партизация прошла. Поэтому рабочие организации, конечно, поддерживать их развитие не будут. А вот мы будем, и развитие идет благодаря. Ну и то, что нам удалось, посторонних не было. Опять партия проделала большую работу. Вот у нас есть оргкомитет, приехать, он отписывался. Потом, значит, была большая дискуссия, как же его не пустили. Тем не менее, мы не пустили. Сказали, что нет оснований и не будем пускать. Поэтому у нас не было людей, которые стали рассказывать. Я сейчас расскажу о старинских учебниках. Съели бы бесценное время для докладов, для осмысления докладов и фотографий. И поэтому они уже не ломились. Вот здесь вот. И то, во всякий случай, вот мы пустили. Иван Михайлович провел показательную операцию точнее говоря мандат. Мы не дали ему, потому что нет оснований. Ну, ничего. Ну, что делать? Значит, это тоже некоторые... И она ничего сменилась. А другому человеку, которому написано инженера, опять мы не по сеткам разбираемся, а по существу, написано инженер-наладчик. Вот все товарищи согласились, что это наладчик. А то, что там написано, то есть он рабочий, он получил голос. Умещательный человек, молодой марат. То есть здесь вот и теория, и практика, и поэтому все понимают, что попасть на комитет рабочих, получить право решающего головы, это и честь большая, что надо этому соответствовать тоже. А не так любой бы каждый только взвелся на что он может привезти. Поэтому замечательный результат работы. Но я хочу сказать, что этот результат ведь не только для РКР важен. Вот я хочу сказать, поскольку здесь партийный собрать. Для нашей партии очень важный результат. Потому что наша партия, рабочая партия России, значит, она по названию рабочая, она по программе рабочая. По основным требованиям рабочая. По составу пока еще, извините, у нас там все очень не сильно рабочие. И нам важно, чтобы рабочие, которые в нашей партии, меньшинство, не за 20% нет, чтобы они действительно свою решающую роль там утверждали. Вот я сегодня видел, что они здесь учатся, вот и где. И что они в партии этот дух рабочий принят. А если партия будет еще более рабочего, ну тогда мы и профсоюзные дела решим. С этой точки зрения, если посмотреть на наше заседание, конечно, это большой результат. Я хочу поблагодарить товарищи рабочих, они свою ответственность узнают, управляют, тем самым помогают развиваться нашей партии. А если наша партия будет развиваться, у которой нет конкурентов в профсоюзном движении, тогда и профсоюзное движение будет развиваться и будут решаться те задачи, которые формулируются в программе. В программе задачи идти на место. Поэтому я вижу большой прогресс, да, конечно, нельзя останавливаться, я согласен с касательным видящим, что сейчас вот 10 человек приехали, а это не факт, что в следующий раз сумеют приехать, не сумеют, и что мы удержимся на такой высоте. Но оп, есть, будем его использовать и стараться идти дальше. Спасибо. Я всегда хочу сказать, что все было сказано правильно, циточка. И мне понравилась организатор, как Александр Владимирович сказал, фиотеяли, кого надо, кого надо пригласить. Не было воды, я имею возможность или даже честь сравнить три РКР предыдущих или сегодня, и даже те люди, от которых ждал какого-то подвоха воды, они может, чуть-чуть где-то и, так сказать, и там раз выходили куда надо. И не было таких споров о галтелых и ругани, а очень все было правильно подмечено. Некоторые нюансы, они были просто обсуждены быстренько и быстренько нашли решение правильно. Очень все так эффективно и на мой взгляд как будто было просто на грамотне все как-то происходит. Даже те, кто против нас был когда-то недавно еще уже не все так плачевно с этой стороны. Вот как бы все, что я хотел сказать. Можно пользоваться практикой вы выходите договариваться. Я хочу сказать, что практически организация в 10.00 начали и в 17.59 завершено. Время все переставления в 10.00 До свидания я имею вчера. Время конечно выдавали и поделить. Нет, давайте еще КРП нам помогло. Они устроили там свое сборище в этом Баронеже. Сюда вроде как у них на две на две не хватает людей. Добавил приятел. Я думаю, что даже они сюда не уехали. Ну, как бы не удовольствие. Если бы я добрысь. Добрый. Если бы ну ладно, я добрысь. Кому? Работу. Российская будет рабочая. Работу партии по организации. Работу партии по организации Российской будет рабочая. Оставьте меня со мной. Кто? Да. Что все на месте. Сколько у нас членов комитетов? Очень сильно. И членов ЦК. Здесь? Беру. Пожалуйста. Значит, вот у нас двойные. Пятеро рабочих. Так у нас кто-то в двухкомнатх расставит. Пухаем только нет. Пухаем. Почти до одного нет. Одного. Восемь человек. А так? Большинство рабочих обеспечено. Обеспечено. Центральный комитет не потянет? Нет, не потянет. А кто поставил вопрос от него? Вот мы как-то поскочили. ЦК Центральный контрольный комитет Алексей Иванович. Теперь только считай кворум спилай. Не пропустит. А кто ничего? Важаем товарищи, значит, вчера я разговаривал с Михаилом Поповым, он попросил провинциумный бюро рассмотреть вопрос о деятельности антипартийной Айдунбекова. Вот я думаю, что Ленинград лучше знает. Айдунбеков Арсен Анатолий 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 был принят на рабочем парке России на одном из съездов. Это было, по-моему, 3 не 3 года назад. Был принят фактически без приговорительного рассмотрения раньше имел контакты с нашей партией через интернет этот человек раньше состоял сути времени оттуда вышел подвергал ее деятельность критике ну и собственно говоря на этой волне как тот он с нами с нами связался ехал на съезд и на съезде был принят в рабочую партию россии в дальнейшем на первоначальном этапе он в общем-то проявил себя с положительной стороны он был одним из создателей страницы в контакте рабочей партии россии и собственно говоря он обеспечил подписку большого количества около шести тысяч обеспечил подписку на нашу страницу после пожара ульяновки он организовал сбор средств и собрал значительную сумму для восстановления ну в дальнейшем собственно говоря его деятельность сводилась тому что он периодически выкладывал какие-то материалы и делал комментарии на странице вконтакте и газеты он не распространял ссылались на то что у него физической возможности и собственно говоря другой какой-то деятельности тоже не вёл какой-то момент он перестал платить партийные взносы и фактически утратил связь с партии с ним общение происходило только через социальные сети возле чего был поставлен вопрос о его исключении за видом рабочей партии россии что и было выполнено хотя тоже не без определенных трудностей потому что человек имел как заслуги перед партией и в общем-то часть его поддерживала но тем не менее было на лицо нарушение устава не оплата членских взносов отсутствие партии на работе что и было ему вменено в вину и из рядов рабочей партии россии он был исключен через некоторое время он но реакция его было тоже так сказать и не очень на это опустился до оскорблений отдельных членов партии частности нашу секретаря нашу ванны халыча герасимова задевал так сказать в частной переписке но это дело такого прямого отношения через некоторое время он вышел опять на нашу организацию с просьбой принять его опять в ряды и обязанностью погасить имевшуюся у него задолженность контакта он имел также с нашей ячейкой английской я думаю что может быть горохов просветить нас каким образом они с ним общались его собственно по ходатайству товарищи зенгельса по просьбе по просьбе потому что мы отслали в ленинградскую чейку запрос да нет он был в саратове потом переехал саратовскую область это городок красноармейском переехал с с вами связал мы с ним связались был разговор то что задолженность него почему он ушел мы все это подписались отправили письмо как говорится несколько раз а сколько проверить его вот ваше было мнение если будет согласно то он тоже был согласен женские взносы все полностью погасить задолженности распространять информацию и газету также он обещал закончить красном университет это было как говорится это принято уже было давно он дал что да он все согласен будет после этого разговора было направлено письмо стройку он с нами был для закрытого доступа будет у нас там были пару занятий он приезжал потом какое-то время пропал потом опять связались с ним по и как мы говорим что там случилось то у тебя ничего вот я сейчас мне некогда мне грубо говоря жить негде с матерью плохо туда-сюда на чё ты нашим партийным товарищем ничего не сообщаешь но мне никогда и с тех пор мы его только мы и не слышали и не видели но тем не менее взносы взносы он перечислял да и поскольку из первых а кстати еще важный такой момент несмотря на исключение его из рядов рабочей партии россии не его не вывели из администраторов группа контакте то есть он продолжал администрировать но его считают сочувствующие нашему делу и соответственно поскольку были тогда опасения что все рухнет страница пропадет без него вообще невозможно это дело вести ну соответственно его оставили должности и по возвращению естественно эту работу продолжу дальше события начали развиваться уже в связи с товарищем бегицын как вы знаете наверно выступил с коллектариями определенного тока под роликами которые совершенно справедливо были расценены как антипортивная и антирабочая деятельность то же время его позиция и его высказывание встретили горячую поддержку со стороны айдунбекова уже в свою очередь который поддержал его так сказать называя эти выступления ну совершенно нормальными то есть он считает что здесь нет в его высказываниях отклонения от марксизма и дело касается таких небольших частных разногласий по вопросу фашизма на экс небольшие разногласия по его мнению что во всем остальном то есть является убежденным коммунистом никаких противоречий из партии в него нет если говорить товарищем бегицы то я напомню что он в свою очередь тоже был исключен из-за видов рабочей партии россии за нарушение устава неуплату взносов и отсутствия работы ну и кроме того провалил ряд партийных поручений в частности одно время был главным редактором за рабочее дело и поставил на грань срыва вообще существование газеты так как не подготовил к дедлайну не подготовил выпуск соответствующий да и была сформирована новая редколлегия которая эту задачу решила и в дальнейшем с должности главного редактора был устраивать восстановлен был опять значит нет не 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 исключили извините да он был был близок к исключению то есть у него было но значит он обещал погасить задолженность причем было принято эксклюзивное решение что он будет гасить задолженность постепенно одновременно выплачивая текущие взносы ну соответственно в течение года он с этой задолженностью распрощался определенный всплеск его активности был связан с выборами то есть он появился на собрании он был готов принять участие в составе рот фронта так сказать в качестве кандидата в депутаты от нашей партии ну не от нашей партии поскольку мы входили в рот фронт так сказать как фонд не партия а фонд рабочей академики да соответственно ну и потом когда мы выразили свою позицию и отказались участвовать собственно говоря в качестве кандидата там забирать подписи он тоже от этого дела отошел ну это так сказать дело прошлое значит что сейчас развивались как события товарищу бегизову как вы знаете был дан месяц на исправление ошибок да то есть он должен был оформить свои свои взгляды в виде статьи то есть попытаться так сказать как то объяснить как он делал это в устной форме что он не то имел ввиду о чем написал то есть он так сказать определенно против да то есть он писал не от себя а писал как бы от буржуазии в то же время рекомендуя то что собственно делать делать наверное не только нашей но и любое любому классу делать противопоказано поэтому я в таких случаях говорю что не надо учить плохому даже своих классовых врагов зачем надо учить хорошему как это делал Владимир Ильич в работе грозящей катастрофы и как с этим бороться надо показывать что надо делать для того так сказать избежать катастрофы а не подталкивать ее всеми силами для того чтобы она разразилась и вроде как в этом так сказать в этом кошмаре мы получим какие то какую то истину или получим какую то возможность для рабочего класса улучшить свое положение ну он этого не сделал более того он подтвердил многократно свою позицию выступлениями на марксистском кружке запись этого имеется в интернете и уже так сказать постфактум после исключения на собрании естественно на собрании он подтвердил полностью что его позиция так сказать соответствует тому что он изложил более того он попытался представить все дело как какую то личную неприязнь к нему со стороны отдельных членов партии и нападки чуть ли не на рабочего человека хотя мы знаем что не по своему так сказать положению не по текущему статусу да то есть он никаким рабочим не является и не являлся собственно говоря сейчас он работает таксистом соответственно работник сферы обслуживания водителем троллейбуса да но это отдельно еще тоже история то есть он там можно мы сейчас не товарищи беги за обсуждаем в общем работу в троллейбусном парке он тоже провалил и к тому же его там уволили оттуда в общем за нарушение трудовой дисциплины к сожалению да то есть не за его борьбу не за то что он там отставил интересы а просто за элементарный прогул значит было было принято решение на партийном собрании причем проголосовало так как это принято в соответствии с нашим уставом голосовали рабочие и так сказать нерабочие нерабочие в меньшинстве да то есть голосование было не общим а так как мы голосуем по спорным вопросам голосование голосовали рабочие и вот те кто были выбраны из числа нерабочих для принятия решения соответственно большинством голосов при двух воздержавшихся было принято решение в пользу исключения бегизова из рядов рабочей партии россии это решение было доведено до остальных членов ленинградской организации в том числе до айдунбекова посредством распространения видео как это мы обычно делаем в последнее время после чего айдунбеков развернул компанию по во первых дискредитации решения партийного собрания что и прямо противоречит уставу кроме того он позволил себе достаточно в оскорбительной форме высказывания по отношению к членам партии в том числе Михаилу Васильевичу ну и к другим членам партии совершенно недопустимые да даже просто в рамках обычного человеческого общежития уж не говоря о том что нельзя так относиться и высказываться о своих товарищах по партии и в процессе обсуждения в процессе его новых комментариев под партийными так сказать под партийными роликами на странице рабочей партии России ВКонтакте в общем то его позиция по вопросам которые рассматривались которые были затронуты у товарища Бегиза она стала совершенно очевидной и на сегодняшний день понятно что позиция Дунбекова она прямо противоречит позиции партии по ключевым вопросам в частности по вопросу о фашизме на экспорт да то есть он концепцию эту не признает считает это так сказать какой то выдумкой я так понимаю раз второе он признает Россию империалистической державы можно считать что наверное что это не такой небольшой грех но кто то признает кто то не признает но на самом деле это вопрос принципиальный да потому что это отражает в общем то взгляд на систему мирового империализма а сходно это с позиции тех же самых еврокоммунистов ну и вообще всяческой публики которая считает что все империализм и мы боремся со всем со всем империализмом как бы он не выглядит соответственно из этого вытекает его отношение к событиям в Сирии и событиям на Украине на Украине да то есть он считает присоединение Крыма актом агрессии по отношению к суверенному государству считает ее аннексией раз да хотя прямо он об этом не заявляет заметьте что человек достаточно хитрый осторожный ну вот сейчас вот он как-то проявился видимо прорвало его последних высказываниях но вообще он старался конечно избегать прямых в отличие от то айдунбеков конечно он так сказать всячески вилял но такими намеками и кивоками все время пытался ну и собственно свою позицию все равно его не скроешь что российская буржузея преследует исключительно свои интересы и соответственно никакой позитивной роли она играть не может хотя как мы знаем владимир ленин писал в своей работе ну вот в ряде работ там допустим социализм и война да и другие о том что мы понимая что буржуазия борется исключительно за свои интересы тем не менее должны различать реакционную буржуазию прогрессивную и реакционные действия и соответственно действия прогрессивные и то же самое по отношению к войнам что есть войны захватнические есть войны которые так сказать да есть войны освободительные которые несут прогрессивные конечном итоге критерий один какой стороне мы должны сочувствовать победа какой стороны скажем так облегчит положение рабочего класса сирии или его ухудшим из ну я думаю что здесь нет смысла в эту аудиторию озвученной таки истинно повторять да но тем не менее вот всем наверное даже здравомыслящим людям просто не марксистам понятно победы соединенных штатов руками того же самого ИГИЛа и прочих вот этих организаций она ничего хорошего для рабочего класса Сирии и других стран не несет в том числе и для России естественно это всем понятно кроме так сказать вот определенные группы таких ультрамарксистов будем говорить которые на самом деле являются не кем иным как троцкистами просто троцкисты возвращаясь к Бегизу можно сказать что он договорился в своем выступлении на Ленру до того что вообще любой переворот в России он будет благом для рабочих любой то есть мы не важно что там произойдет пусть это не революция пусть даже это просто будет какой то значит будет хорошо прекрасно видим на примере Украины и других так сказать стран с цветными революциями так называемыми чему это привело значит ну и последнее вот так сказать последнее что предпринял товарищ Айдунбек хотя да состоялось собрание очередное на котором Иван Михайлович представил собственно говоря все так сказать деяния Айдунбекова но к сожалению убедить присутствующих товарищей не удалось в том что он ну действительно является таким скрытым врагом нашей партии и проводит четкую антипартийную деятельность все это было представлено таким образом что вот ну человек ведет дискуссию каждый же имеет право на свое мнение почему нет хотя решение было принято и после того как оно принято наверное неправильно не по уставу да и вот так сказать обсуждать значит с чем было принято решение о том что товарищ уже не товарищ да Айдунбеков должен изложить свои взгляды вот так сказать в виде статьи определенной да где должен объяснить свою позицию по конкретным вопросам то что касается устава и взглядов нашей партии на внутренние и международные события вместо этого Айдунбеков вроде как согласившись с этим решением да то есть он даже мне лично в частности писал что он непременно выполнит это решение и все изложит вместо этого он начал заниматься откровенными провокациями сейчас это заключается в том что во первых он продолжает такие издевательские скажем так так и ернич типа ернич что-то такого такие публикации на нашей странице и последнее последнее что значит он стал от имени рабочей партии россии публиковать и публиковать комментарии под соответственно роликами и комментарии такого провокативно издевательского характера значит все можете ознакомиться на сайте рабочей партии россии уже статья о Кузьмина по этому поводу помещена и соответственно все вот эти вот вещи которые он там высказывает они все размещены никто товарищ айдунбекова не уполномочивал выступать от имени партии и под так сказать то есть он не под своим именем дает этот комментарий а под имени рабочей партии россии и нашим вот этим аватаркой да логотипом соответственно то есть он действует как такой явный провокатор явный враг нашей партии в связи с чем было принято экстренное решение с этой страницей вконтакте распрощаться и создать свою собственную страницу что и было сделано новая ссылка по новой странице она должна была быть всем уже прислана по партийной рассылке соответственно к сожалению та страница вместе со всеми подписчиками она захвачена нашими врагами врагами рабочего класса и ничего там скажем так наших материалов уже там не будет что и собственно надо довести до сведения всех остальных можем пару слов я добавлю 30 число ваше выступление на старой странице так вот это вот буквально вчера это событие вчерашнего дня я тоже два слова добавлю по поводу вот когда эта дискуссия началась я тоже имел возможность дискутировать с ним я был вообще в шоке потому что человек просмотревший вот ну заочно участвовавшись на собрании как бы да увидев все весь ход собрания и как мы там обсуждено было по всем канонам демократического централизма все было проведено как бы и после этого видеть это и преподносить все это как авторитаризм как бы этот отдельных членов партии это был я был сам в шоке я ему даже сказал я говорю что ты пишешь точная формулировка я не помню суть заключалась в том что я говорю ты что несешь это же все было от самого по правилу по уставу было все это все соблюдено все выслушано всем дано вот даже обидеть было дано время в течение которого он должен был своей позиции выяснить я говорю ты сейчас такое преподносишь как это так ну после этого мы разошлись на этом и я тоже против сразу сказал вообще уходить ты ошибся самым выбором партии поэтому для меня тоже это вообще поведение как бы это был не поведение члена партии которая особенно рабочая партия ну заслуги какие-то у него были наверное сам Михаил Васильевич когда-то его защищал так упорно защищал его одно время я заочно смотрел а так сейчас вот перевернуть вот это преподносить так это было спасибо спасибо я я думаю я думаю что мы столкнулись с собственным явлением конкретных лицах конечно что партия никогда может избежать внутри партийной борьбы и что поскольку рабочий класс не отделен китайской стена всех других классов то влияние будет присутствовать в нашей партии и мы только тогда избавиться от этого влияния мы не сможем это точно для этого надо уничтожить классы постой а вот постоянно быть отмельбизованным готовым не простодушничать не сводить принципиальные вопросы к личным дрязгам вот это мы должны делать и я очень рад что значит вот насколько я понимаю в вопросе с бедизмом такое решение было принято такая позиция но из другой стороны веримо мы еще должны уяснить что такая борьба идет и к этому приготовиться и не все еще это не насознают судя по тому какие решения что некоторые защищают что надо поберечь повнимательнее что это личное какие личные кстати говоря всегда антимарксисты антикоммунисты всегда выступали в защиту в своих представлениях в виде того что на них лично нападают что их задевают Ленина всегда упрекали что такое сейкое что потому что по сути это возродить нечего тогда они прибегают к этим всяким узорным уловкам я хочу сказать что вот мы сегодня выберем что мы можем сделать вот исключительно я смотрю Василий Иванович напрягся вот сейчас такое решение принять а после того нельзя это дело первичной партийной организации или съезд да у нас не собрание ленинградской организации в которой она находится не съезд а что мы можем рекомендовать а мы можем вот что сейчас нужно сделать поскольку человек завладел средством массовой информации уплыть нашим контролем мы должны заявить о том что этот бывший товарищ партию не представляет и не имеет права делать от юрица заявление вот это можно ну а я думаю что Денис Борисович я нисколько не занимаюсь и Дмитрий Петрович когда приедут так сказать и на ближайшем Ленинград и на ближайшем собрании поставят вопрос решение будет принято и его исключат Василий Иванович не противоречит этого устава да нет не противоречит тем более я могу доложить что на последнем собрании московской организации мы на свои вопросы московские выделили обсуждение как раз вот этого вопроса хотя он нашей организации не относится и написали обращение в Ленинградскую парт организацию с нашим предложением это очень важно что партия мобилизован 7000 человек нет ну все равно я имею ввиду вот ну вот да вреда вреда больше возможно будет ее вообще удалить с портала ну это можно попробовать с администрацией вконтакте но я не думаю что средства буржуазного так сказать информация но на это пойдет ну тогда и надо понимать что это заслуга сейчас она уже не заслуга обернулась совершенно обратно да совершенно да я бы честно говоря вот мы встречали с таким уже ребята с нами величие которые считаются великими теоретиками принят на всех вот и все а у биги же это с самого начала было вот он здесь появился первый раз вот вот знает лучше всех все я не говорю по свет на котором я последний раз на двух не было вот передачи так что мне представляется что вообще это повод для проведения внеочередного собрания на самом деле бенградской организации я понимаю что это решение должно быть нашей организации конечно но я думаю что оргбюро могло бы рекомендовать провести потому что фактически месяц начался мы месяц будем терпеть его в своих рядах рабочей партии России человека который у нас в конце месяца последняя последняя суббота месяца да у нас установлена дата поэтому конечно целый месяц значит нам надо проводить экстренно комитеты проводить собрания ленинградской организации есть решение предложить выделиться организовать первичный парт организации ребята вот вам задача в принципе вы можете можете организоваться его я думаю что это надо делать ленинградской организации конечно пока еще в ленинградской им только предстоит это выделить не надо смешивать эти вопросы он состоял в ленинградской он проявил себя как провокатор в ленинградской организации и должен быть исключен решением ленинградской не надо переваливать это на молодую так сказать формирующиеся партийные организации да да зачем это давайте тогда рекомендуем ленинградской организации провести вне вне ну внеочередное партийное собрание для решения вопроса для решения вопроса для исключения поставить один вопрос группы вконтакте как это было зачем они там и будут по сути разбирать наша позиция такая мы можем искать свою позицию а то просто рассмотреть ну и опять вы добрый давайте еще дадим материал достаточно для того чтобы понять что антипартийные деньги больше чем достаточно на сегодняшний день тогда достаточно и неочередное собрание провести значит ну как оргбюро тогда рекомендуем провести внеоргской организации неочередное собрание по вопросу исключения Эдунбекова из рядов партии и первая часть что оргбюро считает что Эдунбеков не представляет рабочую партию и не имеет право делать заявление или не предстоит антипартийное и в связи с этим давайте квалифицировать его это можно только исключить а то что там это дело дальше означает в средствах массовой информации что его заявление не является заявлением партии а лично это страничка остается нам придется сделать заявление от пакости не откажется почему там уже несколько администраторов он создатель этой страницы поэтому его статус да он не позволяет никому его оттуда убрать вы пытались аннулировать а там просто нет даже соответственно этого пункта там технически это можно сделать только через администрацию вконтакте либо взломав его страницу если у нас есть хакеры хакеры в нашей партии много программистов но хакеров нет рекомендовать оправдиться поперечного ракета если хотят надо срочно принять хакеров итак нам две части первая значит считать что Орденбек не представляет партию и не имеет права делать заявление и вторая ракета первая часть значит да иди вместе первая часть считать что Орденбек не является членом партии и не имеет права нет не представляет партию и не имеет права делать заявление от имени партии и второе рекомендовать ленинградской организации провести внеочередное собрание по поводу исключения Орденбекова из арендов партии за антипартийную деятельность кто за не надо у нас еще вопрос все можно поздравить всех с удачным окончанием нашего движения к а когда вы спешите мы обойдем и стол подставим и и и Продолжение следует...